Политическая партия «Новые люди» — это российская правоцентрическая политическая партия, которая была образована 1 марта на первом съезде в Москве 2020 года. Основателем партии стал учредитель российской производственной компании «Фиберлик» Алексей Нечаев. На втором съезде партии, прошедшем 8 августа 2020 года, он был избран ее председателем. Что же из этого вообще «Новые люди» предлагают? В первую очередь это обеспечить меняемость регулярного кадрового обновления людей во власти, сократить количество госструктуры чиновников, сделать выбранным должности, от которых зависит жизнь людей, мэры, прокуроры, участковые инспекторы и тому подобное. В 2020 году по итогам региональных выборов партия прошла в 4 региональных законодательных органов по партийным спискам. На выборы 13 сентября «Новые люди» выдвинули более 600 кандидатов в 12 субъектов России. Я бизнесмен, общественный деятель, основатель сети Пекарин «Хороший хлеб». И добившись определенных успехов в бизнесе, я понял, в принципе, что у меня есть время, желание, ресурсы, и, в общем-то, такая внутренняя необходимость быть общественно полезным, поэтому я, собственно, начал заниматься общественной деятельностью. До сих пор являюсь руководителем движения IT-дилер, наверное, многие знают, слышали. И вот сегодня я здесь, сегодня я уже член партии «Новые люди», член регионального политсовета. Почему? Потому что я понимаю, что для того, чтобы наступили реальные изменения, для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше, для того, чтобы чего-то добиться, нужно сделать этот шаг, нужно прийти в политику. Скажите, пожалуйста, позиция партии к лидеру нашей стране Владимира Владимировича, насколько он поддерживает или считает, что пора уже как бы сменить курс? Путин вообще красавчик. Путин, безусловно, и лидер нашей нации, который принял на себя вызовы 90-х, и вместе со своей командой достиг, пожалуй, очень значимых и высоких побед. Сейчас новое время, новая проблематика и время новых людей для решения этих проблем. Навальный своими расследованиями делает, на самом деле, важное и полезное дело для страны, для России, для политической системы. Да, есть такая поговорка «на кто ищут, чтобы карась не примал». Но при этом нам абсолютно кажутся неуместными и абсолютно дикими те радикальные методы, которыми он призывает людей выходить на несанкционированные митинги, нарушать закон, становиться, по сути, соучастниками его политической борьбы незаконной. Поэтому в этом плане мы его не поддерживаем и считаем, что это недопустимо, и сами на митинги не собираемся выходить, потому что мы за законные, за доступные и за открытые методы политической борьбы и реализации собственной программы. «Новые люди» — партия про обновления, обновления во всем. Партия «Новые люди» для тех людей, которые, я уже говорил, могут брать на себя ответственность не просто ругать, а конструктивно, видя проблемы, какие-то недочеты города своего, своей страны, как-то на это самому влиять, брать ответственность. Очень, очень мы ждем. У нас в партии, здесь, внутри, наши ребята ждут тех людей, которые готовы что-то делать. Людей с проектами мы всячески будем поддерживать, как можно. Мы уже успели, как партия, поучаствовать в 2020 году в довыборах в сентябре. В четырех регионах нам удалось попасть в региональные собрания, в законодательные собрания региональные, а также еще в нескольких регионах, в городские думы прошли наши депутаты. То есть на данный момент уже имеется необходимая квалификация для участия в Государственной Думе. В этом году партия будет выдвигать своих кандидатов в кампанию по выборам в Государственную Думу. На данный момент идет подготовка к запуску программы «Школа новой политики». В рамках нее мы будем приглашать наших сторонников, причем прийти и записаться может любой желающий. Для этого необходимо прийти сюда в штаб, либо написать мне в социальных сетях, либо в официальный инстаграм партии Саратовского отделения. Там мы будем готовить политиков, будем обучать тем ценностям и той программе, которые есть у партии. А также ближе к выборам мы запустим отдельный курс подготовки наблюдателей, потому что новые люди за честные прозрачные выборы. Мы не хотим, чтобы про саратовские выборы и про то, что здесь происходило, снова говорили на федеральном уровне. Мы постараемся сделать все для того, чтобы выборы прошли честно, и наши наблюдатели будут работать на избирательных участках и сделают все возможное в рамках закона, для того, чтобы не допустить нарушений избирательного процесса.